Так говорит Создатель Благовест Мир трещит по швам. Катаклизмы сменяют катаклизмы. Тревога западает в души людей. Сметение и страх преобладают над разумом. Люди пытаются объяснить природные явления всем, чем угодно, но только не моими высшими силами. Я привлекаю внимание людей к тому, что жизнь, которую они ведут, зарываясь в бытовых вопросах наживы и стяжательства, и, конечно, падая морально в грехе и пороках, эта жизнь не может долго так продолжаться. Люди должны остановиться. Необходимо признать пагубным этот путь для человечества и вспомнить, что есть и другой путь, который ведет к истине, к Богу, к вере. Я уже говорил в откровениях, что основой жизни человека на земле является вера, а если ее нет, то безверие порождает хаос, блуд и грех. И как ответ на моральное разложение человечества, материальный мир отвечает природными катаклизмами, причем не на пустом месте, а именно там, где негативная энергия человека достигает критической величины, провоцируя всплеск энергии противоположного знака. Я не перестаю повторять, что мир мой основан на гармонии, накануне единства и борьбы противоположностей, и поэтому в зонах человеческих конфликтов, чаще всего военных или политических, всегда имеет место быть импульс энергии противоположного знака, с тем, чтобы привести ситуацию в этой зоне к равновесию. Именно к равновесию энергии добра и зла, а не к гармонии, потому что гармония, о которой я говорю, есть высшее проявление равновесия, основанного на любви и вере. Вот в чем глубокое различие, казалось бы, двух синонимов – равновесие и гармония. Я должен сказать, что равновесие – есть понятие человека без веры, а гармония – есть понятие человека веры, человека в духе. Я уже говорил, что человечество усердно раскачивает лодку под названием «Земля». Так я пытаюсь своими силами уравновесить крен этой лодки. Когда же эта лодка набирает крен критической величины, как сейчас, я вынужден брать управление ею в свои руки. Кроме того, я говорил, что природными и техногенными катастрофами, и, конечно, божественными знамениями, я даю понять людям, что наступили новые времена. Эти новые времена, новое тысячелетие, требуют от человечества, от каждого человека, глубокого понимания, что наступило время менять ценности, приоритеты жизни на Земле и принять мою веру как основу возрождения человека и человечества в целом. Я даю понять, что время, новое время, требует от человека принять мой план действий по переустройству общественных отношений на Земле. Но самое главное, требует от него изменения образа жизни, образа мышления. Я даю понять, что наступило время второго пришествия, когда я посылаю человека, именно человека, а не Бога, передать людям знания мои и повести людей к истине, ко мне, к Богу, единому Богу, Всевышнему. Я даю понять, что человек этот, мною избранный, не только передаст знания мои людям, но будет управлять ими и построит пирамиду власти, подобную моей. Благодарю вас.